Друзья мои, ну как вам заставочка? Ну красиво, правда же? Мы сегодня с вами в необычном месте. Альберабелла. Обожаю, обожаю просто эту деревню. Очень люблю сюда приезжать, очень люблю здесь гулять. Она славится своими невероятными сказочными домиками Трулли. Я приехала сегодня с друзьями Светлана, Яна, Паскуали. Мы гуляем по улицам Альберабелла. В общем, если вам интересно, продолжайте смотреть. Покажу всё, что мы увидели в этот раз. Друзья мои, всем привет! С вами Олеся. И сегодня у нас будет прогулка по одному очень знаменитому Апулийскому городку. Городок небольшой, я думаю, вы уже догадались, где. Городок небольшой, но очень знаменитый. Знаменитый он в первую очередь благодаря своим домикам Трулли. Пойдёмте гуляем, посмотрим. Историческая часть Альберабелла, которая заполнена вот этими волшебными домиками Трулли, поделена на две части. Одна часть называется Реоне Айя Пикколо, и вторая часть Реоне Монте. Мы начинаем прогулку с Айя Пикколо. И вот первое здание, которое бросается в глаза, это, конечно, Трулла Саврана. Уникальная двухэтажная Трулла, постройка XVIII века. Почему она уникальная, что у него тут два этажа? Потому что обычно, видите, Труллы, они такие все невысокие, они наполовину, может, даже больше втоплены в землю. Это такие полуподвальные, получается, здания. А вот этот вот Трулла Саврана, он занимает два этажа, видите, он какой. Внутри этого Трулла Саврана находится информационный центр для туристов, библиотека и небольшой сад. А также есть музей. Посещение музея платное, билет стоит 2 евро, билет для детей 1,5 евро. И это посещение можно забронировать заранее, если вы заинтересованы посмотреть на этот вот музей. Заходи, заходи. Ребят, смотрите, здесь на Трулла написано Visit Free Entry, или Трулла до визитары. Можно зайти внутрь и посмотреть, что там такое внутри. Так, традиционные костюмы из Альбера Бейла. Сапори Типичи. А, да. У нас есть такое, да? А, ой, да, мне надо купить. У меня как раз, вы знаете, вчера разбила старшая дочь вот такую штучку, и надо срочно купить. Ну, этот маленький. Си. Ребят, писташковый ликер. Сейчас будем с вами нюхать. Ребят, супер, как вкусно, какая сетка. Дыня. Дыня. А этот из? Милона, дынька. Дынька. Ребят, сейчас как-то пробуемся. Троссит, девочки. Правильный тост итальянский. Такой? Ребята, как вкусно. Ребят, с кактусом пробуем. Ликер с кактусом. Он такой розовенький. Видите? Как чуть-чуть клубничная, что-то, да? Как конфетки. Смесь яходок. Мне больше понравился фисташковый. Ребят, смотрите. Так, вот ликеры у них по 12,5. Коста, у литра? Медзо-литра. Значит, 12,5,5 литра. 6 литров, ой, 6 евро вот такая. И еще есть по 100 грамм такие вот тоже. И коста? Вот такие по 7 евро. Или в таких бутылочках. Бутылочки фильм в виде тролли. Интересно. Здесь такая небольшая спальня. Но теперь это уже не спальня, это торговая лавка. Смотрите, что тут продается. Мандурли, миндаль, какие-то сладости из мандурли. Ты хочешь такую? Хорошо, поставь, пожалуйста. Сейчас мы купим ее. Поставь ее, пожалуйста. Розали, выбирайся, сувенирчик. Так, здесь у нас фавы, соли, олио, оливковое масло из Альбера Белла. Видите, можно купить вот такой вот металлической. Очень хорошо отправлять. Ну, в багаж хорошо. В багаже хранить хорошо. Разноцветная паста, вино. Подожди, Розалика, сейчас еще секундочку. Я еще покажу вам, как здесь. О, лампочка. Ну, понятно, что когда это было какой-то маленькой спаленкой, здесь лампочки, конечно, не было. Видите, как интересно. Так, ну сейчас нам надо купить сувенирчик. Розалика, давай маленький, чтобы мы могли его унести. Можно вот такой маленький Труль тебе купим? Я хочу просто вот такой. Вот такой хочешь, да? Просто кто его понесет? Не знаю. Не знаю, ну хорошо. Ну, тут сувенирчики разные можно купить. Да. У нас есть там Труль, давай оставим. Ну, мы купим какой-то сувенирчик для тебя, не волнуйся. Может быть, куколочки. Ну, посмотрим сейчас. В общем, такие вот сувенирчики классные. Ну, ребят, мы только начали свой поход, свою прогулку. Тут уже столько всего интересного и красивого, что у меня разбегаются глаза. В этот раз мы идём немножко по другой улице. Я много раз была в Альберобелло, но всегда мы шли снизу вверх, да? А в этот раз мы начали с другой части города. И я с удивлением обнаружила здесь очень интересную большую базилику. Сейчас мы её с вами посмотрим. Ну, и много других интересных мест, где раньше не гуляла. Красиво. Так, подождите, сейчас я повернусь и покажу вам вот это. Вот это вообще неожиданно, потому что я раньше на это здание не обращала внимания. Видишь, вот это огромное, мам? Не видела? Нет. Ой. Я сюда никогда не пришла. Я думаю, может, сюда. Нет? Ну, у меня есть телефон, если что, мы с ним созвонимся. Ну, идём. Сувениры. И, опа, неожиданно, как же это здание выбивается из остальной архитектуры. Вот это номер. Базилика де Санти Медичи. Итак, церковь Козьмы и Дамиану. Базилика святых Козьмы и Дамиану. Конечно же, я её видела в предыдущие разы, когда была здесь, в Альбера было. Но я видела её издалека. Только вот эти два центральных главных шпиля на главном фасаде. И как-то никогда мы до неё не доходили. Но вот в этот раз, видите, мы пошли по району Рионе Айя-Пикколо и добрались до этой прекрасной базилики. Козьма и Дамиану – это святые покровители города. И базилика находится в северной стороне исторического центра Альбера Белла. Её современная планировка – это результат работ известного архитектора из Альбера Белла Антонио Курри. В базилике находятся две деревянные статуи святых 1782-1784 года, а также реликварии с фрагментами мощей святого Козьмы и святого Дамиана. Проект архитектора Антонио Курри строился на протяжении многих лет. Пока не был завершён в современном виде, его закончили в 1914 году. Единственное, что из этого проекта так никогда и не реализовали, это был величественный купол в центре крестообразной церкви. В Альбера Белла с 26 по 27 сентября отмечается праздник, День святых покровителей Козьмы и Дамиана. И на этот день съезжаются просто толпы паломников из соседних стран. И по традиции часть маршрута до Альбера Белла они проходят пешком. Вот такая вот традиция. Альбера Белла Субтитры делал Диана Субтитры делал Диана Субтитры создавал DimaTorzok Это район Реонионе Монте А справа какой-то есть райончик Ая Пикало В котором я на самом деле никогда не была Почему я не видела прежде этой церкви, да, базилики Потому что мы приезжали с мужем всегда Проходили вот здесь вот по этой дороге Там площадь и как бы вперед, вперед, вперед И вот в этот Реонионе Монте мы ходили Сейчас посмотрим с вами другой райончик Не дают говорить Солнце, конечно, ребята Ничего не видно В общем, друзья мои, прогулку по району Ая Пикало В Альберабелло мы с вами продолжим в следующем видео Будет всего несколько видео С прогулки из Альберабелло Я надеюсь, что вам было интересно Что вам понравилось Если это так, с вас лайк Подписывайтесь на канал И увидимся с вами в следующем видео Чао-чао, тути Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok